Добрый день. И скованности. А еще прошли некрасивые пятна на коже. Кстати, эту терапию сейчас получают порядка 150 ревматоидных больных региона. Им вводят клетки, аналогичные патогенным, которые встраиваются в их звенья и начинают угнетать одну наиболее активную клетку в звене. Так снижают активность воспаления. Существуют различные формы препаратов. Это и таблетированные, и инъекционные, и инфузионные препараты с различным путем введения, дозирования, режимом введения. Между прочим, среди тех, кому показана генная инженерная терапия, много молодых людей. Это заблуждение, что ревматоидные артриты – болезни пожилых. Благодаря биопрепаратам активность заболевания у молодежи снижается и наступает длительная ремиссия. Кстати, пока мы снимали сюжет, наш герой Владимир завершил терапию и поехал на работу. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!